Сардана Авксентьева, Гоголева, родилась 2 июля 1970 года в якутском селе Чурабча. Ранние годы биографии будущего мэра прошли в Грузии, где в то время служил ее отец. Когда девочке исполнилось 4 года, семья вернулась на родину и поселилась в Якутске, где родился ее младший брат Иван. Дом, в котором росла Авксентьева, расположен неподалеку от здания городской администрации. Ребенком она участвовала в субботниках по его возведению, а затем оно стало местом для детских шалостей. Сардана любила кататься на лифтах, бегать по коридорам и есть эклера в столовой на первом этаже. Школа, в которую Авксентьева пошла в первый класс, тоже находилась неподалеку от дома и была не только местом учебы, но и сосредоточением общественной жизни. Ученикам свободно выдавали ключи от кабинетов и разрешали засиживаться в здании до поздней ночи, пока за ними не придут родители. Поэтому о школьной поре у Сарданы Владимировны остались только положительные воспоминания. После получения среднего образования девушка поступила в Якутский государственный университет, где выучилась на преподавателя истории. Но по специальности она не работала, а спустя несколько лет окончила Дальневосточную академию государственной службы, чтобы получить диплом в сфере муниципального и государственного управления. Первым местом работы чиновницы стала городская администрация, куда она устроилась в отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта. По воспоминаниям Авксентьевой, в молодости ей, вчерашней студентке порой приходилось нелегко, и она тайком плакала в укромной коморке, когда получала критику от начальства. Однако карьерные достижения были впереди, и уже в 1996 году Сардана Владимировна перешла на службу в Министерство молодежи, туризма, физкультуры и спорта Якутии, где сначала числилась в качестве штатного специалиста, а затем стала начальником отдела. Следующим местом работы Авксентьевой стала компания Саха. Там она трудилась два года, затем стала помощницей депутата Виталия Басыгысова, а в 2004 году была назначена заместителем директора открытого акционерного общества Туймаада Даймонд. После этого чиновница некоторое время выполняла обязанности заместителя главы округа город Якутск. Позже была директором комплекса Аэроторгсервис. Внимание общественности женщина привлекла в 2018 году, когда заявила об участии в выборах мэра Якутска. В интервью для «Медузы» знаменитость призналась, что решила попробовать силы с подачи представителя партии Родина Владимира Федорова, которого заставили отозвать свою кандидатуру. Во время предвыборной гонки Авксентьевой пришлось столкнуться с препятствиями. В частности, ей отказали в аренде билбордов для размещения агитационных плакатов, поэтому их решили расклеить на грузовиках, которые предоставили друзья Федорова. Не меньше трудностей было и с организацией встреч с избирателями, которые в итоге проводились прямо на улице. По словам Сарданы Владимировны, она поняла, что движется к победе, когда люди не только слушали ее, но и говорили, каких мер ждут от нее в качестве нового мэра. В сентябре 2018 года было объявлено, что она набрала 39,98% голосов и обошла своего ближайшего соперника, которому удалось получить только 31,70%. После победы на выборах глава городского округа не стала разочаровывать граждан, которые возлагали на нее надежды. В первую очередь она распорядилась продать автомобили чиновников, а вырученные средства потратить на обустройство школ и дошкольных учреждений. Другим решением, вызвавшим восторг не только у жителей Якутска, но и у пользователей сети, стала отмена новогоднего корпоратива работников мэрии, который проводился за счет бюджетных средств, в пользу благотворительной акции. В дальнейшем Сардана Владимировна продолжала удивлять россиян, за что ее начали называть чудо-мэр или мэр из параллельной вселенной. Она заявила о прекращении сотрудничества с недобросовестным подрядчиком, проводившим работы по ремонту дорог в снег, и уволившим главу управы, по вине которого в городе не хватало дворников. Кроме того, женщина старалась активно поддерживать связь с местными жителями и оставалась с ними открытой и честной. Так, в мае 2019 года она предоставила публичный отчет о своих доходах, где рассказала об имеющейся в собственности недвижимости. Не все действия членовницы вызвали одобрение. Так, критике подверглась ее участие в митинге, который был организован после того, как один из приезжих изнасиловал местную жительницу. На фоне этого начались массовые беспорядки, которые достигли таких масштабов, что были освещены в блоге Алексея Навального. Позже Авксинтьева призналась, что пришла на митинг, чтобы не усилить, а потушить пламя народного гнева. Она призвала собравшихся не нарушать закон и уважать друг друга, а также сказала приезжим, что им необходимо социализироваться и вливаться в местную культуру. По ее словам, это помогло стабилизировать ситуацию. Не менее резонансным стал массовый расстрел бродячих собак, который произошел в Якутске. Во время интервью для Тины Кандилаки Сардана Владимировна сказала, что ничего не знала о случившемся. Пока ей не сообщили зоозащитники, ведь решение принимала ветеринарная служба, которая не подчиняется мэру. Когда чиновница получила информацию, она обратилась в прокуратуру, по решению которой был уволен глава республиканской ветеринарии. В разговорах с журналистами Авксинтьева поделилась, она стремится урегулировать ситуацию с бродячими собаками, что является непростой задачей, ведь нужны средства на возведение и поддержку приютов, которых не хватает. 2020 год начался для чиновницы с трудностей, ведь у нее добавилась работа из-за пандемии коронавирусной инфекции. В этот период мэр обратилась к жителям города, чтобы призвать их по возможности оставаться дома и позаботиться о старшем поколении. Летом она вновь привлекла внимание, когда проголосовала против поправок в Конституцию, предложенных Владимиром Путиным. Спустя время после этого появились слухи об отставки Авксинтьевой, которые она опровергла. В ноябре Сардана Владимировна продолжила удивлять и объявила о решении продать мэрию и разместить чиновников на окраине города. Заявление было воспринято неоднозначно, и многие посчитали его пиар-ходом, ведь здание администрации нельзя выставить на продажу без одобрения городской думы. Первый брат государственного деятеля выдался неудачным, но в нем родилась любимая дочь Натальи. Ее избранника звали Александр, как говорит Сардана Владимировна, он был человеком очень творческим. Замуж она вышла в 20-летнем возрасте, а прожили супруги вместе всего три года. Александр полюбил другую женщину, из-за чего и последовал бракоразводный процесс. Авксинтьева осталась одна с дочерью на руках, отец которой особо не участвовал в жизни девочки. Но сейчас политик говорит, все, что не делается к лучшему. И именно благодаря таким испытаниям она стала сильной личностью, а после на пути политика повстречался второй муж Виктора Авксинтьев. С ним она, как оказалось, дружила с раннего возраста. У супругов четверо детей. Ее муж, кандидат экономических наук и самый ярый критик Сарданы. В редких интервью политик откликается о супруге с большим восхищением и говорит, что ей безумно повезло жить с человеком, который намного умнее нее. Все решения, касающиеся карьерного пути, Авксинтьева принимала исключительно после разговора с Виктором. Политик ведет страницу в Инстаграме, где публикует фото и сообщает о новостях.